здарова народ с вами варчик в этом видео я вам расскажу про свои новые наушники которые купил вот буквально пару дней назад это наушники swan ap g999mv собственно говоря вы их увидите на экране вот коробка вот название которое я только что прочитал самое примечательное в этих наушниках следующее то что они стоят 2300 рублей внешне они напоминают hyperx которые у меня были до этого hyperx cloud 2 и hyperx cloud core я пользовался ими много лет они мне очень сильно понравились эта форма мне доставляют удовольствие в них удобно сидеть целый день они просто кайфовы но сейчас наушники в основном все подорожали и hyperx и стоят очень много покупать еще раз их не захотелось поскольку они стоят over дофига и на мое удивление я нашел вот такие наушники в интернете очень много видео про такие наушники которые я сейчас раскрываю распаковываю вместе с вами и они вот в такой вот коробке поставляются в принципе коробка не сказать что дорогая но в целом не дешманская конечно мне в целом на коробку все равно поскольку я буду не коробка пользоваться а наушниками достаем наушники и наверное один из самых больших минусов этих наушников которые я уже заметил это то что они воняют пластмасса этих наушников воняет все в коробке ничего больше нету в принципе и убираем остается у нас вот такая вот штука вот в принципе наши наушники достали мы их из коробки здесь есть съемный микрофон есть ветрозащита принципе микрофон мне не сильно интересен потому что вы слышите что я сейчас уже записываю на какой-то микрофон значит он у меня есть в целом я смотрел обзоры этих наушников и микрофон в целом такой как и везде обычная срань в которую можно просто общаться по связи там игровой или еще какой-то в целом они такие микрофоны не нужны ни для чего поэтому просто оставляем их здесь мне он не нужен этот микрофон чисто чтобы общаться когда вы играете или по skype или по дискорду или еще где-нибудь тс к там что вам нравится основной минус этих наушников следующий вот это вот штука черная в чем лежат наушники она очень вонючая поэтому сами наушники тоже воняют пластмассой вонючий поскольку они все это время находятся непосредственно в этой воне и вот это вот коробка она не знаю из чего она сделана она очень сильно воняет внутри у нас короче имеются такие вот бумажечки убираем эту коробочку вонючую чтобы наши наушники больше не воняли коробки у нас имеется вот наушники и провод провод довольно таки длинный и можно с легкостью умаститься за компьютером на любом расстоянии разве что не в соседней комнате и в конце нас ждет еще переходничок из которого у нас идет один разъем розовый на микрофон и один салатни вы на сами наушники можно отсоединить это все довольно таки туго на там присоединено у нас остается один разъем 35 который мы можем втыкать телефоны там и в консоли или куда там еще мы можем воткнуть короче везде где втыкается мне в принципе этот переходничок не нужен потому что у меня есть свой удлинитель на несколько метров я пользуюсь им потому что могу смотреть какой-нибудь фильм на диване или еще что-то и наушники достают у меня очень далеко это очень удобно также на проводе у нас еще имеется такой вот пультик где есть всякие там кнопочки управления аж целых два управления управление звуком такая вот крутилка двухсторонняя и с этой стороны крутится и с этой одновременно можно крутить и делать громче делать тише в принципе удобно и есть кнопочка точнее переключение микрофона вперед-назад включить выключить который я даже не стал подключать он мне не нужен все небольшое удобное прищепки у нас нету я в принципе я никогда в жизни не пользовался и просто провод все и переходничок больше нет ничего кроме вонючей коробки переходничка и самих наушников нету больше ничего провод как вы заметили у нас довольно таки гибкий мягкий легкий в оплетке оплетка слегонца такая шершавенькая но на ощупь приятная принципе провод очень хороший мне нравится переходим к самим наушникам здесь есть обозначение где наушники левые где правые маленький тут значочек руленький не знаю как на камеру и на эту показать но принципе разобраться можно там внутри малюсенький значок сверху надпись swan тоже можно ее разглядеть она сделана таким модель ансим а все остальное более матовое материалы на ощупь приятные вот это вот железо какой-то сплав неведомый очень приятная мягкая но легенькая такой на ощупь не дбл и такой кусок металла но здесь и не надо тяжелой потому что на голове будет тяжеловато сидеть долго принципе получается вот железо вот железо еще сама душка внутри тоже должна быть железная сбоку у нас регулируется точно так же как в hyperx если вам нужно больше если у вас голова больше меньше чтобы вам было удобно принципе все собрано хорошо все нормально гнется разгинается все хорошо по поводу амбушюра к амбушюрки мягкие вроде казалось бы но когда я надеваю они довольно таки плотные не сказал бы что они сверх какие-то мягкие но сидеть в принципе удобно целом все хорошо на них имеются какие-то еще там дырочки сеточка не знаю что это вроде как кожзам но плюс еще какие-то дырочки есть внешне наушники мне очень нравятся приятные они не вырвиглазные не детские нету какой-то там непонятной подсветки или еще какой-то чепухи выглядит довольно таки серьезно и хорошо по сравнению с hyperx вы можете обратить внимание что они немножко смещены в сторону они не не симметричны после вот этой вот дужки наушники идут не прямо а немножко изгибаются что это дает я не знаю большего удобства или неудобства я не вижу сидеть в принципе в них удобно довольно таки хорошие удобные наушники очень сильно они похожи на hyperx но стоят в три раза дешевле если hyperx это начинается от хрен знает скольки то эти стоят всего лишь 2 300 также еще из недостатков это то что там где микрофон снимается у них нету никакой вот заглушки для того чтобы закрыть дырочку дырочка всегда остается открытая ее нечем закрыть в комплекте ничего нет но если вы в принципе будете пользоваться микрофоном то вам дырочку не надо будет закрывать вот эти вот провода которые сзади торчат они тоже в оплетке все как у hyperx в целом сказать что я в руках держу наушники за 2000 я не могу поскольку я держал наушники в руках и за три тысячи и там ощущения были намного хуже на мой взгляд наушники удались максимально бюджетно и максимально хорошо по поводу звука я не чувствую в них чтобы звук был какой-то плохой обычный нормальный звук позиционирование хорошее поскольку я наушники втыкал в звуковую карту у меня звуковая карта asus sonar dgx я ее покупал очень давно поэтому наушники я втыкаю в нее позиционирование в игре конечно же хорошее и я пробовал даже наушники там рублей за 300 тоже позиционирование нормальное потому что в звуковую карту когда втыкаешь все позиционируется хорошо поэтому никаких проблем со звуком нет по качеству звук нормальный никакого вообще трэша нет я бы не сказал бы что они звучат как-то намного хуже может если сравнивать там и прикрепаться вообще мелочи какой-нибудь то разница наверное какая-то и есть но если просто купить их воткнуть звуковую нормальную карту то никаких минусов я в принципе в этих наушниках не вижу не слышу они мне очень сильно нравятся внешне они мне очень сильно нравится по цене звук в них обычный нормальный нету никакого противного звука больших басов там ничего такого просто обычный ровный средний звук не зря у этих наушников очень хорошие отзывы и везде под всеми видосами и где только можно ставить отзывы все люди пишут что все хорошо единственно что я не нашел чтобы кто-то писал что они воняют но воняет сама коробка который лежат эти наушники и первые пару часов когда вы достанете наушники они тоже будут вонять поэтому чё я могу сказать я очень доволен наушниками надеюсь они будут работать примерно столько же сколько дорогие если это так то есть смысл вложиться в звуковую карту и покупать нормальные бюджетные наушники они дорогие потому что в них смысла нет они примерно то же самое в принципе мне больше сказать нечего я пару дней ими попользовался звук нормальный после hyperx cloud 2 я разница особо никакой не чувствую может быть какие-то меломаны там что-то и услышат но я ничего особо не услышал никакой разницы с вами был арчи карать красиво всем пока